Моя жена Лоис Хотела бы поделиться о динамике отдыха и работы О том, насколько это важно Это были дождливые осенние выходные Примерно три года назад Мы ехали на север Миннесоты Где мы жили И Джим говорил об этом в церкви, которую мы посещали И по какой-то причине в этот момент Эти стихи, первый и второй в книге Бытие Остались в моих мыслях и в моем сердце И я поняла, что Бог дал нам понятие покоя Понятие работы и покоя в самом начале творения И это должно стать основой нашей жизни В этот момент, три года назад Это заставило меня задуматься Насколько важно и насколько основополагающим Являются эти первые стихи Писания Для каждого из нас И этот прекрасный ритм жизни, который дал нам Господь Виден не только в процессе творения Не только в днях, установленных Богом Но он должен стать частью течения всей нашей жизни Начинать работать и отдыхать Это было частью моего личного опыта Который Бог послал в мои мысли Итак, что же такое божественный покой? Я прочитаю написанное в Исаии 40, 28, 31 И одно из моих любимых мест Писания Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли Не утомляется и не изнемогает Разум его неисследим Он дает утомленному силу И изнемогшему дарует крепость Утомляются и юноши, и ослабевают И молодые люди падают А надеющиеся на Господа Обновятся в силе Поднимут крылья, как орлы Потекут и не устанут Пойдут и не утомятся Бог отдыхал не потому, что Он уставал Мы прекрасно знаем, что Он всемогущий У Него такие ресурсы, энергии, которые мы даже не представляем Он всегда полон сил Он никогда не устает И это вопрос ко всем нам Почему Бог отдыхает, если Он не устает? И чтобы ответить на этот вопрос Надо выйти за рамки привычного нам определения отдыха Поэтому отдых — это, скорее всего, не просто сон Священный покой не ограничивается сном или досугом Хотя именно это мы обычно понимаем под отдыхом Либо мы спим, либо делаем что-то интересное Как-то проводим свой досуг Хотя все это для нашего существования очень важно Но священный покой — это нечто большее, чем просто сон или досуг И я хотел бы, чтобы мы раскрыли для себя этот покой Который не просто в том, чтобы поспать или что-то делать вместо работы Если мы посмотрим на стихи во второй главе книги «Бытие» С первого по третий То мы увидим, что священный покой — это завершение И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал И почил в день седьмой от всех дел своих, которые Он делал Это когда мы заканчиваем какой-то проект Или какую-то часть работы Даже, возможно, проект еще не завершен Но мы останавливаемся и оглядываемся назад Смотрим на него со стороны И после каждого дня творения Бог останавливался, смотрел на то, что сотворено И говорил «Хорошо» Поэтому, завершая какую-то часть работы Мы останавливаемся и смотрим на то, что сделано И это очень важно Подобно художнику, который отходит от холста На котором он пишет картину и смотрит со стороны И он может что-то видеть иначе И он начинает ценить то, что сделано Хотя, быть может, еще многое надо сделать, чтобы завершить картину Поэтому священный покой — это завершение Это то время, когда мы останавливаемся, чтобы задать вопросы Оглядываясь назад, спрашиваем себя «А в чем смысл моей работы?» Каждую неделю можем останавливаться и спрашивать себя «Вот я сделал это и это, а в чем смысл всего этого?» «Сделал я это лишь потому, что мне сказали, или в этом есть какая-то ценность?» «Для кого я трудился?» Бог ожидает, что мы все будем делать для Него И жить здесь для Него А не только лишь для нашего начальника или нашего учителя Мы все должны делать для Бога И спрашивать себя «А делаю я это для себя или для Него?» «Хорошо ли я справился с работой?» «Может, мне надо что-то улучшить, переделать?» «С какой целью я ее выполнял?» Мы задаем все эти вопросы в завершении «Соответствуют ли результаты работы моим ожиданиям?» Завершение — это когда мы оглядываемся на свою работу И пытаемся найти ценность в ней И когда мы что-то завершаем, То мы показываем, что у нас есть сила перестать работать Это очень важно У нас должна быть сила перестать работать Бог показал такую способность, Когда он перестал созидать что-то новое Бог завершил творение мира Со всеми его обитателями Перестав творить что-либо новое Вот представьте, если бы Бог продолжал творить Скажем, создал бы еще одну луну Которая бы также вращалась вокруг Земли Или, скажем, три луны Как у некоторых других планет Мне так нравится творить Сотворю-ка я еще насекомых Чтобы люди потом разбирались И классифицировали их Мне так нравится создавать новые виды Что я еще нас создам Мне так нравится творить И я от этого не устаю Поэтому буду-ка я еще творить Больше и больше и больше И тогда получается, что способность творить Управляет им Его контролирует Его творческая сила Но вместо этого он сказал Достаточно Он может контролировать себя И знаете, это серьезный вызов Для трудоголиков Для тех, которые одержимы Своей работой Быть может, вы настолько любите Свою работу Что не желаете останавливаться Любить свою работу — это здорово Здорово найти свое место Это может быть служение Богу Вы можете любить людей, которым служите И желаете служить им больше — это здорово Но даже и в этом случае надо останавливаться Проявлять силу над собой Потому что иначе наступит истощение Вы не всемогущие Вы не Боги Вы устанете А когда вы устанете, вы начнете допускать ошибки И разрушить все, что вы делаете Бог хочет, чтобы у вас была сила Не только заставить себя трудиться Но и заставить себя остановиться Сказать «хватит» И как мы уже говорили Слово «суббота» имеет несколько значений Одно из значений — это отдых Но еще есть другое значение — оставление И мы к этому будем возвращаться вновь и вновь Другими словами Определение субботы — покой и прекращение И Бог продемонстрировал нам, что у Него есть сила творить Он всемогущий творец Но у Него есть сила прекратить, остановиться И об этом очень важно нам помнить Потому что у многих из нас есть тенденция стать трудоголиками Мы так увлекаемся работой, что не в силах остановиться И это уже зависимость Поэтому нам нужно научиться уделять время тому Чтобы практиковать такой покой завершений В конце каждой недели выберите время Чтобы проанализировать, что вы делали в течение последних семи дней Просто ответьте на вопрос «На этой неделе я завершил то-то и то-то» Что вам удалось сделать? Может, какой-то проект? Может быть, родительские обязанности? Может быть, у вас маленький ребенок, и он наконец-то стал ходить на горшок? Здорово! Этот этап уже пройден Может, вам нужно памятник поставить во дворе дома Что наконец-то ваш ребенок стал ходить на горшок Причем без вашей помощи И это тоже часть нашей жизни После этого поблагодарите Бога За то, что вам удалось выполнить И чему научиться Очень важно практиковать такое завершение И второе Священный покой — это благословение И мы читаем о том, что Бог благословляет то, что творит Бытие 2 глава «И благословил Бог седьмой день и осветил его» Джон Сейлхаммер написал следующее «Понятие благословения появляется практически одновременно с понятием живой души Потому что между ними есть взаимосвязь» Очень интересно отметить, что Бог не благословляет пустую землю Или даже на которой есть овощи и фрукты Бог благословляет только тогда, когда животные сотворены Живые существа, которые воспроизводят сами себя Он благословляет их И также с человеком Который воспроизводит сам себя Бог благословляет Того, у кого есть разум Который живет не просто растительной жизнью Который не просто как очередная рыба в океане Бог сотворил человека особым образом И как и другие живые существа Бог благословил его Наделив его особой жизнью Благословите покой, как живой и дающий жизнь Бог благословляет покой, как будто он живой И причем дающий жизнь Исход 31, 17 Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю А в день седьмой почил и покоился И если это значимо для Бога То насколько это должно быть значимо для людей Бог сотворил нас такими С такой необходимостью Останавливаться и восстанавливать свои силы Обновляться, чтобы идти дальше Скажем, вы идете к врачу У вас простуда И чаще всего врач скажет вам Идите домой Примите лекарство Скажем, аспирин Или что-то от простуды Пейте побольше воды И скажет вам Постельный режим Потому что Бог так сотворил наши тела Что когда мы отдыхаем Наш организм восстанавливается Наше тело получает то благословение Которое дает Бог И не только люди Все живые существа так сотворены Бог остановился и благословил день И этот день покоя восстанавливает жизнь И это тайна Но мы переживаем это вновь и вновь Когда отдыхаем По этой заповеди И речь идет не только о сне И речь идет Об остановке Когда отдыхают Наши разум и чувства Итак, покои Это обновление И восстановление сил И если вы стремитесь Уподобиться Богу Используйте отдых Чтобы благословить Благословить работу И отдых Благословляйте не только труд Но и отдых Также благословляйте Порой мы думаем Во всяком случае Я так раньше думал Что на отдых Уж точно нет времени Но благословение Покоя Это противоядие От такого состояния Когда нам недостаточно Или недостаточно хорошо Вы что-то делаете Получаете что-то Но думаете про себя Этого недостаточно Я это сделал Но недостаточно хорошо Когда вы благословляете Покой То вы переступаете через это Вы принимаете то Что вы завершили И говорите Хорошо Да, конечно Это несовершенно Но я благословляю это Конечно Это несовершенно Могут быть изъяны Но все же и в этом Есть нечто хорошее Послание филиппийцам 4 глава 8 стих Апостол Павел пишет «Наконец, братья мои Что только истина Что честно Что справедливо Что чисто Что любезно Что достославно Что только добродетели похвала О том помышляйте Необходимо благословлять не только труд Но и отдых Что было время Обо всем этом помышлять О том, что истина Что честно Что справедливо Что чисто Что любезно Что достославно Целенаправленно А не о том, что недостаточно Или недостаточно хорошо Отдых — это время Совершенствовать Образ мыслей Нам не безразлично Современная церковь И у нас есть Что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminari.com Идем дальше Интересно то Что священный покой Свят Что же такого святого В покое В том времени Когда мы не работаем Можно рассмотреть Многие тексты В Писании И увидеть там Что покой Свят Мы читаем о том Что Бог Свят Он сказал Ибо я Господь Выведший вас Из земли египетской Чтобы быть вашим Богом И так будьте святы Потому что я Свят Как мы можем Стать святыми Только лишь в том случае Когда будем Соблюдать День субботний Когда у нас будет Время покоя И Бог говорит Что это время Святое И это Заповедь Бога И я попрошу Сейчас Лоис Еще раз Для нас И ее прочитать Исход 20 глава Стихи с 8 по 11 Помни день субботний Чтобы светить его Шесть дней работы И делай всякие дела твои А день седьмой Суббота Господу Богу твоему Не делай вон и никакого дела Ни ты Ни сын твой Ни дочь твоя Ни раб твой Ни рабыня твоя Ни скот твой Ни пришелец Который в жилищах твоих Ибо в шесть дней Иисус дал Господь Небо и землю Море и все Что в них А в день седьмой Почил Посему благословил Господь День субботний И осветил его И интересно Что это первое Что Бог Называет святым Один верующий В Бога еврей Написал следующее Мифическое мышление Требует того Чтобы за сотворением Неба и земли Последовало сотворение Богом Некого святилища Святой горы Или святого источника Как место поклонения Богу То есть храма Однако Последующим Освящением субботы Библия Как представляется В первую очередь Подчеркивает Святость Времени Бог объявляет Субботу Святой Джеймс Монгомер Бойс Сказал следующее Бог Дает заповедь О субботе Дабы научить нас Что мы должны Войти не только В его покой Но и в его святость Это две стороны Одной медали Поскольку святость Это антоним греха А грех Делать Заставляет нас Быть беспокойными И опять же Авраам Хешель Написал следующее Субботы Наши величественные Соборы А наша святая святых Это храм Который Не удалось Сжечь Ни римлянам Ни немцам Иудеям Не раз Приходилось Переживать Тяжелые времена Они бродили По пустыне Но даже потом Когда они обрели Собственную землю Они не раз Были изнаны Из нее Но Бог им сказал Я даю вам Время Каждую неделю Временной отрезок И пусть это для вас Будет святым Времени Если вы хотите Быть святыми То вы должны Соблюдать это время Время покоя Я осветил это время И если вы хотите Преобразиться И стать святым народом То вам нужно Соблюдать покой И это время покоя Остается с вами Где бы вы ни жили Куда бы вы ни отправились Этот временной отрезок Со мной Будь я в Америке Будь я в Нигерии Или здесь в России Куда бы я ни отправился Куда бы вы ни отправились Вы оставляете Это святое время Встречи с Богом И это будет Ваша суббота Для Него И это время Время святое Время святости И это время Постепенно Преображает вас И мы опять Возвращаемся К тому преображению Которое Крайне важно И запомните Что первое Что Бог назвал Святым Это не место Не скала Не камень Не церковь Это время Это очень Очень важно Осознавать Поэтому мы должны Устроять Храм своего времени Мы должны Принять решение Когда мы будем Проводить это время Я хотел бы Обратиться Ко всем студентам Присутствующим Здесь В классе Или тем Кто смотрит Нас по видео Остановитесь И выберите Время На следующей неделе Когда вы Войдете В храм Который Называется Суббота А затем Определитесь С местом Подобно тому Как народу Израильскому Была дана Земля обетованная Где вы Будете проводить Субботу Быть может В парке Быть может В машине Быть может В тихой комнате В своем доме Где Найдите место Это очень Важно делать Выбрать время Когда Выбрать место Где Понимаете Чья теперь Очередь Кто поможет Мне Особенно Если вы Мама Или папа И у вас Есть маленькие Дети Как этот Младенец Здесь На слайде И мама Может Сказать Папе Теперь Твоя Очередь Побыть С этим Ребенком У меня Суббота Или Папа Может Сказать Жена Выбери Себе День Покоя День Субботы Я позабочусь О нашем Малыше А ты Отдыхай А затем Она говорит Ему А теперь Твоя Очередь Когда На этой Неделе У тебя Будет День Покоя Но Особенно Это Трудно Для Одиноких Мам Или Для Одиноких Пап Тем У кого Нет Жены Или Мужа Которым Не с кем Разделить Бремя Воспитания Ребенка Но пусть Они Ищут Друзей Друзей В церкви И попросят Их Побыть С ребенком Чтобы Найти Время С Богом Многие Нанимают Няню Чтобы Сходить В магазин Или что-то Сделать Но Поймите Что День Покоя Настолько Важен Настолько Важно Входить В это Время Святости С Богом Чтобы Меняться Чтобы Становиться Лучшей Мамой Или Лучшим Папой Лучшей Женой Лучшим Мужем Кем Бо Вы Ни Были Лучшим Работником Это Должно Быть Вашим Приоритетом Ключевой Ценностью Вы Должны Быть Готовы На Жертвы Чтобы Иметь Это Время С Богом И Намеренно Всем Сердцем Искать Этого Времени Времени Когда Вы Меняетесь Это Угодно Богу Это Время Завершения Время Когда Мы Благословляем Свой Труд И Мы Осознаем Что Покой На Самом Деле Свят Ищите Нас В Поисковых Системах По Запросу ТВ Семинария Семинария